Девушки отдыхают Белорусскому лидеру об итогах визита в Иран. Кроме того, главы государств согласовали вопрос назначения нового посла Беларуси в России. Владимир Осимашко на этой позиции сменит заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой. Александр Лукашенко поручил создать белорусский торговый центр на месте иранского долгостроя в Минске. Об этом первый заявил во время посещения ТЦ столицы. Ознакомился президент и с работой этого объекта глава государства побывал в фирменных магазинах, объектах торговли и общественного питания. Важная тема – будущее торгового центра. Столица открылась в 2006 году и сегодня настало время вдохнуть новую жизнь в ТЦ. То, что вы сделали наконец в Белорусский торговый центр, это уже хорошо. Белорусская, белорусская, белорусская. Нас никто не упреклет за иностранцев. Ну ушли, уходите. Мы будем продавать свое. Если кто-то хочет по импорту работать, тот, кто остался, ради бога, приходите, работайте. Но уже надо выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусским. Надо продавать белорусский. Все хотят хорошую зарплату. А хорошая зарплата, когда реализуется товар. Что же мы внутренний рынок отдали, неизвестно кому сидим, руки сложим. Поэтому вот ситуация, я говорю, не было бы счастья, несчастье помогло. И в этом плане тоже. Это подтолкнет нас к тому, что мы начнем наконец-то продавать белорусское. Как следует, в полном объеме. Собственник Мингрисполком видит развитие центра как площадки, где представлены фирменные белорусские товары. И главная цель таких реформ – повысить популярность и узнаваемость наших брендов у жителей и гостей Минска. Отмечу, что в столице работают 116 объектов площадью более 2000 квадратных метров. Протесты европейских фермеров продолжаются. Итальянцы недовольны полным равнодушием правительства к своим проблемам. Власти старательно исполняют все приказы, поступающие из Брюсселя. Это ведет к уничтожению местного сельского хозяйства, уверены крестьяне. Проблему усугубляет постоянный рост цен на горючее. Собестоимость местной продукции из-за всего этого так высока, что продать ее нет никакой возможности. Молоко остается только вылить под окнами начальства, как это сделали неаполитанские молочники. От аналогичных проблем страдают испанцы. Здесь продолжается акция протеста тысяч крестьян. Они также недовольны равнодушием властей к судьбе испанского сельского хозяйства. Вдобавок, крестьяне еще и выражают поддержку коллегам из Нидерландов. Их правительство в рамках реализации «зеленой повестки» уничтожает национальное сельское хозяйство. Испанцы прекрасно понимают, что со временем и до них руки дойдут. Зачем глобалистам из Брюсселя испанские оливки или ветчина, когда азиатское пальмовое масло и свинина гораздо дешевле? Аномальный зной отступил из Германии и восточных регионов Франции. Однако в западных областях Старого Света жара сделался еще более невыносимой. В Испании за неделю скончались из-за сверхвысоких температур 700 человек, в Португалии около тысячи. Лесные пожары бушуют в Испании, Италии и Франции. Крайне сухая, ветреная и жаркая погода не позволяет эффективно бороться с огнем. В Испании и Португалии на термометре 45 градусов, в центральных и южных регионах Франции плюс 40. Глава Всемирной метеорологической организации предупреждает. Подобные погодные экстремумы скажутся на европейском урожае самым неблагоприятным образом. Итальянские крестьяне оценивают свой ущерб в 3-5 миллиардов евро. Французские фермеры Юго-Восток ожидают падения урожайности на третий, даже наполовину. А это Китай. Жители провинции Цинхай наблюдали жуткую песчаную бурю. В здешних местах это дело обычное. Цинхай – регион пустынь и полупустынь. Однако чаще всего песчаные кулисы скрывают горизонт на считанные минуты. А тут облака пыли на многие часы превратились в апокалиптические декорации пейзажа. Необычное явление изрядно напугало местных жителей. Жара возвращается в Беларусь. По прогнозам синоптиков, суббота ожидается за 30 градусов. При этом местами прогнозируются осадки. Сильные дожди с грозами пройдут на территории страны в воскресенье. В субботу в теплой воздушной массе воздух будет прогреваться до 27-33 градусов. При этом при повышенном фоне атмосферного давления, в основном без осадков, лишь дневные часы в западных регионах страны пройдут кратковременные дожди и местами прогремят грозы. А вот в воскресенье, 24 июня, под влиянием системы атмосферных фронтов, смещающейся с Западной Европы, во многих районах страны пройдут дожди. Немного свежее станет в понедельник. Средняя температура днем 20-25 градусов. Со вторника снова ожидается зной. Больше информации у моих коллег в 15 часов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok